Здравствуй, Александр Григорьевич, телекомпания ВНТВ, Сергей Чураков. Вопрос такого плана. На этой неделе вы утвердили план проведения совместных учений России и Беларуси. Сейчас мероприятие по военной безопасности. Но это крайне раздражает наших партнеров, можно быть, оппонентов с Запада. Раздражительно к этому относятся. И в СМИ это очень ярко отражается. На ваш взгляд, почему они так раздражаются, если сами наращивают силы НАТО вокруг нас? Вы почти и ответили последней фразой на свой вопрос. Я только хочу в этой связи сказать следующее. Уже не только как президент Беларуси, но впервые, может быть, как председатель Высшего государственного совета Союза Беларуси и России. Я все-таки еще председатель. Я думаю, меня поймут и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучено и их позиции. Мы не хотим войны. Не хотим войны не только потому, что это тяжело и плохо. Это не просто дискомфорт, это ужасно. Для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай Бог, война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад. Ну вот по-любому мы воевать не хотим. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей. Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах. Поэтому вот те, о которых вы спросили, там за рубежом, которые переживают, должны прекрасно понимать, мы войны не хотим. Но если нас будут не просто постоянно дергать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить нас на грани выживания разного рода санкциями и так далее, а еще более угрожать нам, как это они сейчас делают, я говорю сейчас как председатель Совета Союзного Государства, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. Невозможно. И по духу мы люди такие, что невозможно победить. И по территории, от Бреста до Владивостока, уже многие пробовали. Чем это закончилось? Понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем. У нас достаточно земли. Дай Бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю. Если кто-то не вразумил, все это мало не покажется. Продолжение следует...